Друзья, всем привет! По последним видео, я так понял, у тех, кто более или менее часто, густо работает, поконы подгорают, поэтому сразу, те, кто работает, ну, или смотрите, не комментируя, или отвечайте, просто помогайте людям на вопросы, потому что реально, сейчас я не работаю, то есть мне просто нечего по работе снимать. Я хотя бы как-то пытаюсь ответить на, да, абсурдные, глупые вопросы тех, кто начинает работать. Но я сам понимаю эти вопросы, потому что сам когда-то начинал работать, но у меня хотя бы было кому их задавать, хотя бы частично. Люди, которые просто пытаются сами покрасить машину своими силами, их даже задать некому, поэтому они черпают информацию только с интернета. Поэтому не надо обсирать тех людей, которые говорят, ему спасибо, что хоть подсказал там одна машинка, две машинки. Понятно, что для профессионального уровня работы некоторые вещи, которые я говорю, не абсурдны, но это не для профессионалов, поэтому вы либо сразу выключаете, вам тут просто делать нечего, либо просто помогайте людям хотя бы в чем-то разбираться, а не просто флудить в комментариях. Поэтому спасибо за понимание, идем дальше. В прошлых видео кратенько рассмотрели, то есть помещение, чуть-чуть оборудования, чуть-чуть опять же оборудования, всего оборудования перечислить просто, это можно тут целый список писать на десятки тысяч долларов. Я думаю, для начинающих это просто будет бесполезно, неинтересно. Компрессор и очистка воздуха. То есть самое основное для того, чтобы можно было начинать, выполнять какую-либо операцию. Теперь касаемся расходников. Это материалы, то есть лакокрасочные материалы, и материалы, которыми мы обрабатываем это лакокрасочное покрытие и все остальное. Начнем мы с небольшого такого, не скажем, обзора, то, что есть на рынке, потому что я не на рынке, а просто перечислю примерные те позиции, которые мы зачастую видим на рынке, то, что нам продают, почему у людей не получается выполнить работу на начальных стартовых этапах, покупая дешевый материал, люди сразу разочаровываются, просто закидывают это дело и складывают руки. Итак, поехали. То, что нам могут предложить продавцы на рынке, сейчас рассматриваем пока что лакокрасочный материал. Я посмотрю по времени, как будет получаться. Если по времени более или менее достаточно, то я и про наждачки чуть-чуть расскажу. Когда мы приходим на рынок и спрашиваем изначально, вот мне нужно покрасить машину целиком. У нас продавцы зачастую люди, которые не работающие, они не работали лично этим материалом и не знают лишь отзывы о нем относительно тех маляров, которые к ним приходят покупать. Опять же, маляром может быть как старый дедушка, который на 20-летней давности опыте работает, так и кто-то развивающийся, те, которые постоянно ищут что-то новое, из нового и спрашивают, узнают, интересуются. Поэтому, опять же, продавцы – это люди, которые не работают, зачастую не работающие. И они только на отзывах знают материал. Из фирмов, брендов и всего остального, что мы можем увидеть на рынке. По фирмам. Самый всем известный – это Навол. У Навола есть несколько линеек. Навол, которая просто Навол – это серединочка. Есть из нее бюджетная линейка. Есть из нее дорогая линейка – это Спектрал. Цена на вот этот материал, она довольно-таки высокая. Она находится в уровне уже вне бюджета. И Экономер. Как там у них пишется? Что-то в этом духе. По-моему, так Экономер пишет. Это реально цена ниже, чем у средней линейки. По уровню, кто с этими материалами работает – это перекупы. Которые, не важно, что будет с машиной происходить через год, помутнеет, отвалится, какими-то пупырышками вскроется, быстро поцарапается. Это вот этот материал. Это серединка та, которой маляры работают. Действительно работают этим материалом. Делают им качественно. Но надо знать кое-какие свои тонкости, где что должно, сколько сохнуть, чем просушить, чем разбавить, чтобы не было катастрофических проблем. И вот эта линейка материала – это уже реально уровень для работы на хороших СТО. Материал, который выполняет качество, выполняет его быстро. Для маляра с этим материалом легко и удобно работать. Это на рынке. Поэтому из вот этих трех выбирайте. Ну, вот это, скажем так, серединка. То, что вам продадут. И еще очень важно. Это, как по мне, не надо делать сборную солянку, когда вы не знаете вообще о материалах ничего. Старайтесь покупать какой-то одной линейки материалов. Если вы пришли к себе на рынок где-то в Сибири, и у вас есть одной линейки почти весь выбор, вот держитесь этой линейки. Пусть это даже будет хрен с ним рефлекс. Насколько я его не уважаю как фирму, потому что половина из этих материалов редко говно. Но опять же, этим говном, если уметь пользоваться, найти подходы, какие-то вот эти вот лазеечки, где что, какие косячки там усмотреть, как их обходить, им тоже люди работают. И вот если есть выбор, начиная от шпатлевки, грунты, разбавителя, лаки, обезжиривателей, даже салфетки протирочные, это тоже хорошо, если у этой фирмы это все есть. Краска базовая, краска акриловая. Лучше держаться этой фирмы и ей работать, потому что у вас чего-то не хватило, вы спокойно пришли на следующий день на рынок и докупили такой же материал от такой же фирмы. И у вас не будет проблем с цветом в этом случае, у вас не будет проблем с нестыковкой материалов на химическом уровне, потому что разные компании используют чуть-чуть разную смолу, в той же, к примеру, акриловой краске, у вас какие-то будут косячки происходить, что-то лучше блестит, что-то недополировывается, переход тянется и так далее. Это все из-за разных использований разных материалов у разных фирм. Поэтому у вас есть на ВОВ весь выбор на рынке, держитесь его, не надо убегать, что-то там лак от шпицхекера, базу от РЭМа забрали, или там от Дюпонта, к примеру, от Дюксона, еще что-то в этом духе, и намешали в итоге, вот шпатлевки там вообще не пойми какой компании польской мутные. Это сложно, когда вы не знаете, как работает материал, у вас будут с этим проблемы. Дальше, по фирмам. Тот же, что я только что сказал, Реофлекс. То есть, этот материал тоже на рынке очень сильно представлен. У них есть, по-моему, вся линейка, потому что это компания вроде как российская по бренду. Они выпускают кучу материалов. Люди как плюются об этом материале, так и делают хорошие отзывы. Я лично работал очень-очень мелким количеством этого материала, и отзыва о нем никакого не могу дать. Ну, не мое-то. Он слишком дешевый. То есть, он реально дешевый, не может просто дать того качества. Дальше, из простого дешевого у нас есть Каламикс. Это все дочерние бренды, каких-то довольно-таки крупных брендов. В принципе, ничего так материала. Я работал лаками. Давненько, правда, это уже лет так 9 точно прошло. Лаками их работал. Мне нравились. Красками их работал очень долгое время. Тоже нравились. Лишь потому, что у нас они были на рынках. Шпатлевками не пробовал работать. Но ребята, которых я лично знаю, работали, говорят, хорошие. Далее, очень много Car Fit. Также Car System и Auto Fit. Слышал такое, что вот это вот все около однобаночных разливов. Лично не видел, откуда это разливают. Но Car Fit и Car System на рынке очень много. Был я у Car Fit на семинаре. Пробовал их материалы. Грунты понравились. Шпатлевки неплохие. Лаки не понравились. Лаки у них есть две, по-моему, линейки. Черные и красные. Вот мы работали черной линейкой. Мне не понравилось. Но я лично больше об этой компании сказать ничего не могу. Мы сейчас сюда не берем в рассмотрение, опять же, для профессионального использования, это Sikens, Glazurit, Spitz Hacker, Stendex, Lechler, Lezanal. Хотя Lezanal это из более-менее дешевых, и Lechler тоже спустилась по цене. Но это уже для профессионального применения. Вы на рынке все линейки на одной точке не найдете никогда. Потому что обычный продаван просто не будет ее закупать, потому что цена реально относительно вот этих вот всех брендов как минимум в два раза выше. Поэтому вы их на рынке не найдете. Я на них сейчас внимание и не акцентирую. У вот этой компании есть реально весь материал. Его можно найти на рынке всю продукцию. Начиная от шпатлевок и заканчивая до конечной полировки. То есть чем полировать. У этих компаний не совсем все так красиво, поэтому тут решайте сами, кому что покупать. Какую шпатлевку выбирать для работы? Чем стоит работать алюминиевая, стекловолоконная? Это вам только в процессе уже опыта. Посещайте семинары. Конкретно технологи рассказывают, что где лучше применять. Я же, допустим, в своей практике ушел от алюминия, от алюминиевой шпатлевки, но она стала какой-то редко применяемой в моем случае. То есть капотов так обширно, чтобы шпатлевать. Я не шпатлевал. В итоге у меня алюминиевая шпатлевка просто высыхала, и я ее выкидывал. Я пользовался карбоном стекловолокно. Опять же обращу внимание, что и карбон, и стекловолокно это в принципе одна и та же по назначению шпатлевка. Просто маркетологи, чтобы продавать людям хотя бы какой-то другой продукт, сказали, что внутри шпатлевки якобы с карбоновым волокном, якобы карбоновое волокно. По своим физическим характеристикам эти шпатлевки примерно равны. Карбоновое волокно стоит чуть-чуть дороже. Что как там мажется, наносится, оно все примерно одинаково. Ну, я работал карбоном, стекловолокном, универсалкой, облегченкой иногда, и шпатлевкой по пластику. То есть, вот пять типов шпатлевки, которые у меня всегда были. Ну, еще жидкое. Это то, что нужно постоянно для работы. Все остальное. Грунты. Нужен грунт, наполнитель. Давайте сейчас кратенько коснемся по поводу наполнителей, какие типы и все остальное. Грунты. Для первичных работ с коррозией. Есть видео коротенькое из Польши. Я ссылку оставлю в описании. Посмотрите, какой тип грунта выбрать. Эпоксидный, либо кислотный. То есть, когда мы работаем на ржавчине, что нам выбрать. Это посмотрите видео. Но я так кратко напишу. Вам нужен будет и эпоксидный. И кислотный. Это для первичных работ, борьба с коррозией и изоляцией нижних слоев. Вот в этом случае изоляция нижних слоев. Далее. Вам нужен грунт-наполнитель. Наполнители на рынке вы можете увидеть. 4 к 1. 3 к 1, кстати, уже как-то вот этот вариант ушел с рынка. Его очень редко видно. Но раньше его было видно. В основном 3 к 1. Грунты не требовали разбавления разбавителем. 5 к 1 и 6 к 1 вообще. Почему-то я тоже сейчас не замечаю. И есть еще 7 к 1, но вот в этой пропорции в основном это грунты мокрые по мокрому идут. Все эти грунты требуют разбавления. Разбавитель для этих грунтов должен быть акриловый. Потому что все эти продукты акриловые. Для вот этого грунта разбавитель должен быть для эпоксидных именно смол. То есть он на спиртовой основе. Если здесь для акриловой смолы, то тут спиртовой, потому что у эпоксидного грунта другая смола. И разбавлять акриловым грунтом. Но эпоксидный грунт не у всех фирм, даже так скажем, у большинства фирм, это будут просто отдельные какие-то слои. То есть акриловый разбавитель он сам по себе будет в этой массе плавать. Смешанный эпоксидный грунт он сам по себе будет существовать. Вы их просто не смешайте. Они не сопоставимы по наполнению. Поэтому для каждого материала есть свой разбавитель. У дорогих фирм по номерам они идут. То есть вы берете банк, у него написан там отвердитель. Такой-то, причем в зависимости от температур будет написан еще разный отвердитель по скорости. И разбавитель. Разбавитель тоже может быть указан разным в зависимости от температур. Быстрый, медленный, стандартный. Универсальные разбавители, которые существуют, в принципе, можно на стартовом этапе. У многих компаний есть разбавитель, на нем так и написано. Универсальный. То есть его можно лить в базу, в лак и в грунты акриловые, опять же, не в эпоксидный. Более или менее получается удобно тем, что мы купили одну банку. И этой одной банкой мы разбавили все, что нам нужно в этом случае красить, чем работает на покраске машины. Для старта пойдет. Глобальных косяков от этого не намечается. Лишь бы вы не лили его слишком много. Или не доливали, боясь слишком много разбавить. Для этого есть линеечки, мерные стаканчики. Пропорции все указаны в техничках. То есть если вы купили банку, и на ней ни черта не понимаете, что написано, вбиваете в гугле, пишете материал и техническая документация. И вам выстрелит очень много информации с разных форумов. Надо посидеть, почитать, потратить свое время. Спрашивать, допустим, у меня, у кого угодно, подскажи, как разбавить тот или иной материал. Честно скажу, я не знаю. Если я эти материалы не работал каждый день, постоянно, я могу даже забыть те технички, которыми я работал 2-3 года назад. Потому что они мне нафиг нужны, я в голове не держу. Если я что-то забыл, я открыл техничку, почитал 10%, 20%, если температура ниже 25%, и спокойно знаю, что мне нужно делать. Поэтому вы тоже читайте, не ленитесь. Еще скажу так. По эпоксидному грунту 50 на 50 на рынке существует так, что если вы покупаете эпоксидный грунт, который не надо будет разбавлять, то есть после смешивания он полностью готов к нанесению, он хорошенький, жиденький. Есть эпоксидные грунты, допустим, как у фирмы АПП. Это я лично работал, знаю. Мы его смешали, он густой. Его надо разбавлять специальным раздавителем фирмы АПП. Другое не прокатывает. Так, грунт-грунт, наполнитель, жидкая шпатлевка. Работала и на Воловской, так себе. У компании Solid. Кстати, сюда можно еще отнести Solid компанию. Но по украинскому рынку подсказку такую дам. У нас их продают два типа материалов. Один разлитый в Украине, другой разлитый в Евросоюзе. Тот, который разлит в Украине, бодяга редкая, просто конченый шлак. Покупать его не стоит. По цене они примерно одинаковые. Продаваны выбрали такую вот политику, чтобы люди не различали. Сейчас как их отличить, я вам так вот просто не подскажу. Но главное, это правильного поставщика найти. Я покупал тот, который для Европы продается. Тот нормальный. И сделаю такую антирекламу. Как бы без обид лично к магазину. Но они продают именно для украинского разлития. Солидовский материал у компании Вайт. Сам магазин хороший. У них куча материала, выбора, цены более-менее адекватные. Но Солид у них шлаковый. Я у них покупал пару раз грунты. Не те грунты, которые я покупал именно у представителей Солид. Поэтому у Вайта не стоит покупать Солид. Но он очень бюджетный. У них хорошие шпатлевки по своей цене. У них хорошие грунты, если действительно нормальные грунты. Лаки, которые я пробовал, мне тоже понравились у Солида. Пацаны, мне приятные. Эпоксидный грунт у них есть. Его разбавлять не надо. Он сам по себе готов. Я пробовал, мне понравился. Жидкая шпатлевка мне у них не понравилась. Она просто высыхает в пистолете. Моё наносить даже не успеваю. Эпоксидный, кислотный. Это первичный наполнитель. Разбавители к наполнителям. Давайте пройдемся также по лаку. Лак. Лаки на рынке также есть. Два к одному. Это самый такой ходовой распространенный товар. Если вы не знаете, что лучше купить. И вам там предлагают два к одному. Есть один к одному. Есть три к одному. И есть четыре к одному лаки. То есть четыре части лака, одна часть отвердителя. Две части лака, одна часть отвердителя. Ну и так далее. Если вы колеблитесь и не знаете, что лучше взять. Какой-то будет жижи. Какой-то быстрее сохнуть. В каких случаях. Берите два к одному. Это те лаки, которые рассчитаны почти всегда на большой объем работы. То есть он стандартно сохнет. То есть межслойка у него там 10-15 минут. Если один к одному, то это как правило экспресс лаки. Как правило, я сейчас не утверждаю, что это всегда. То есть для локальных ремонтов этот как вариант. Три к одному это лаки. И из своего опыта, те, с которыми я сталкивался, это лаки, которые не требуют разбавления вообще. Реально так получается, то есть разбавительный нужен. Мы их смешали, они готовы к нанесению. И также они для полничков, для крупных ремонтов идеально подходят. Четыре к одному более редкая ситуация, которую можно встретить на рынке. Но тоже не знаю, для чего производители так делают. Какие-то там экономические, может, свои выгоды ищут. Но можете встретить на рынке такой лак. Но если есть выбор у вас между вот этими, берите два к одному. Не парьтесь, не заморачивайте себе голову, пока вы не набьете руку. Если вы с целью дальнейшей работы ищите материал. Вы потом сами, попробовав потихоньку вот эти лаки, будете понимать, какой куда используется, для чего. И еще, вот так вот напишу. Семинары. Если вы слышите, у рыночников спрашивайте, они всегда тоже знают, где и когда проводятся, какие семинары, от каких компаний. Спрашивайте, где что посетить. Ездите как можно больше. Вы сможете напрямую пообщаться с технологами. Вы сможете свои якобы тупые вопросы, которые для вас кажутся тупыми, реально. Вы сможете им задать, это их работа, на них отвечать. И они вам будут все разжевывать и показывать максимально ясно для вас. Потому что их задача убедить вас в том, что их материал, он просто совершенный. Он великолепный, другого материала на рынке лучше, чем их вы не найдете. Поэтому они просто будут перед вами об камень головой биться, рассказывать вам, доказывать, что он лучший, как им правильно пользоваться, что куда наносить и так далее. Но делав дома свои эксперименты, вы сами для себя увидите, что вам, у какой компании больше нравится. Вот и так, кратенько по тому, что есть на рынке, по тому, чем, что лучше разбогнать, из того, что лучше покупать. Опять же, я всего вам сейчас так не расскажу, на все можно потратить несколько недель личного общения, чтобы рассказать реально все те случаи, с которыми сталкивался лично, что лучше выбирать, что лучше выбирать, если нет того, что нужно и так далее. Тут я сейчас даже касаться этого не буду. По тому, какие объемы нужны для покраски автомобиля. К примеру, я не буду писать, чертить. К примеру, у вас есть, что тут сегодня мне скинули? Chevrolet Lachete, черное, под лак, без проема. Что нужно? В зависимости от состояния автомобиля, вам нужно купить, да даже в баллоне, для самостоятельной покраски. Кислотный грунт, это для борьбы с рыжиками. Грунт в баллончике. Эпоксидный грунт в баллоне, это вам нужно будет для протиров перед самой покраской. Далее, эпоксидный комплект. Комплект эпоксидного грунта. Это вы будете работать с открытым металлом, перед тем, как наполнителем работать. Изолировать какие-то слои, если бы ваш автомобиль уже был подкрашен где-то, когда вы не уверены, что там все стабильно, чтобы у вас ничего не рвало. Вам нужно будет минимум купить хотя бы один комплект грунта-наполнителя акрилового. Это для работы со шпатлевкой. Там для пошпатлеванной зоны, какие-то зоны ремонта, протиры крупные, которые вам нужно выровнять и так далее. Краски. Краски черные, смотря какой грунт и какие площади ремонта. От 2 литров густой краски, которую надо разбавить 80% хотя бы, до 3 литров густой краски, которую надо разбавить 80% хотя бы. Зависит, опять же, от зоны ремонта. Каким пистолетом будете наносить, опыт работы и так далее. Но больше, чем 3 банки черной краски брать, не знаю, куда это можно вылить. По лаку. В принципе, 3 комплектов, литровых 2 к 1, хватит для полного облива автомобиля, ну, просто замотаться со всех сторон. В принципе, можем уложиться и в 2 комплекта. То есть, 2 комплекта, это реально, получается, 1 комплект, это 1,5 литра готовой смеси. 2 комплекта, это 3 литра готовой смеси. Полночок облить без проемов, этим материалом можно. Но если вы делаете для себя, возьмите 3 комплекта, так как что-то вы красите в разборе будете, в снятом состоянии, куда-то в проемы больше улетит лака. То есть, 3 комплекта вам нужно купить. По поводу наждаков. Это вопрос, на который, знаете, ответить невозможно по фотографии. По фотографии геморрой не лечит. Зависит от ремонта. Какой-то автомобиль надо просто облить, замотовав, туда нужен только скотч-брайт и матирующая паста. А можно даже и без матирующая паста. Какой-то автомобиль надо весь до металла сдирать, потому что он весь ржавый, пусть даже и ровный. Поэтому тут все чисто индивидуально. Но для конкретных глобальных работ с автомобилем вам нужен наждак. Сейчас перечисляю в кругах. Давайте тут напишу. Это наждак в кругах. Это дырочки для воздухоотвода. 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800. Это материал, который нужен вам в кругах для хорошей работы при покраске. Далее, в полосах. В липучках, на липучках, в нометражные вы будете покупать. Это уже зависит от вашего подхода к работе, от того инструмента, бруски, которыми вы работаете. Но в полосах 80, 120, 180. Я 240 пропускал, как-то она у меня не прижилась. 320 и 400. Это то, что нужно в полосах. В каком количестве это нужно для автомобиля, я уже сказал. Это зависит индивидуально от повреждений и убитости вашего автомобиля. Это по наждакам. Также нужны кусочки softback. Допустим, у компании 3M мне очень нравятся наждаки. Кстати, по поводу компаний, которыми я в последнее время работал. У наждаков это 3M и COVAX. Больше компаний адекватных торгующих на украинском рынке за последние два с половиной года я не встречал. SunMite, шлак, говно. Своих денег не стоит. И все, что около SunMite доходит, это тоже дерьмище, которое своих денег не стоит. Наждак стоит в 3-4 раза дешевле, чем 3M. Работает он хуже, просто в десятки раз хуже. Купив один наждак вот такой, 3M за 1 доллар. SunMite, который стоит по 30 центов, вы ушатаете примерно 5. 5U3. 15. В итоге, одним долларом вы работали и не напрягались, не отрывались от работы, не рвали липучку на своей машинке. И потратили полтора доллара 3M или COVAX, возьмем из дорогих, вы отработали за 1 доллар. В цене COVAX даже чуть-чуть ниже, чем у 3M. У COVAX мне больше в последнее время понравились это Fine, Ultra Fine, Micro Fine. Вот в таком духе, то есть наждаки, которые на губке. У меня есть видео, оставлю ссылку, посмотрите. Ну там я показывал 3M-овские наждаки. Также вам будет нужен скотч-брайт красный, скотч-брайт серый. Желтый скотч-брайт у меня ушел из ходовых работ года 3, как примерно, он слишком мелкий, он в принципе не нужен. И зеленый. Зеленый скотч-брайт, он под шпатлевку, там где-то подматывать, недоступный для крупного наждака местах, для бумажного. Красный скотч-брайт работает под грунтом у нас, то есть все, что до грунта. И серый скотч-брайт под покраску. Под серый скотч-брайт, как правило, в версии работы с водой используют матирующую пасту. Для ускорения работы не более того. Скотч-брайт работает как на сухую, так и на мокрую. Далее, весь материал, допустим, что-то купили, кое-как открасили, сейчас не вникаем в подробности. У нас есть такие косяки на поверхности, как потеки, мусор, шагрень. Это надо будет убирать полировкой. Для полировки вам понадобится, чтобы убрать сами косячки, вам понадобится однокомпонентная шпатлевка. Если вы не умеете работать двухкомпонентной, лучше ей сразу не лезть на сопли. То есть однокомпонентная шпатлевка, это все дело убирается. Как это делается, это лучше попросить кто-то из маляров рядом, пусть покажет. Либо же в видосах, ну, честно, я сейчас не скажу, в каком видео точно на шпатлевке. Я постараюсь добавить в описание, что-то найти. То есть как шпатлевка, через шпатлевку убирать потеки. Каттер, не сказать, что дорогой, но еще выкидывать 60 евро только лишь, чтобы на одной машине у вас подрезать соринки, это дороговато. То есть потеки через шпатлевку убрали с наждаком. Это найду видео, чтобы вы посмотрели. Далее паста полировочная. Я из последнего, то, что мне очень понравилось, но она, да, чуть-чуть дороговато, у фастула. 50-10, последняя из паст, которую я пробовал, которая действительно мне понравилась. Работает одной пастой, двумя кругами. Круг оранжевый, он сейчас, по-моему, доводочный, да, у них. То есть я работал овчиной, овчиной и оранжевым кругом, фастуловскими. И все замечательно. На рынке ее найти очень сложно. В магазинах интернет есть, на рынке не берут, потому что дороговатая она. Куча очень выбора 3M-овских паст. Ну, 3M, последний год, полтора даже, завозят халтуру на рынок. Это не тот 3M, который был раньше, поэтому не рекомендую покупать. Он просто не работает. У Forecl новые пасты появились, тоже одношаговые. Сейчас вообще все компании в последний год прыгнули на вот эту одношаговость. То есть одна паста, 3-4 круга. В принципе, это удобно. И вот у Forecl появилась тоже паста, не помню, как она там по номерам. У меня она была на тестах. Мне она понравилась. Она и в цене приемлемая. Что-то там вообще недорого за пол-литровый или 350, по-моему, чубик или 300. Я отдал 20 евро. Это не так уж дорого. Он реально классный. Стоп, и вру. Не 20 евро, меньше. Меньше, гораздо меньше. Что-то дешево мне показалось. Она мне понравилась, она неплохо работает. Поэтому такое что-то вот в этих пределах. В пределах Forecl только не G1, G3, G5, G10. Это старая дерьмища с водой, которая работает. А из новых. Из последних, которые выходили. И так, Forecl, 3M. Мензерна есть. Я мензерна не работал, не знаю как. Но она есть на рынке. И Мирка. Мирковские пасты. Я пробовал. Мне что-то не фонтан как понравились. Я их не понял. Может, я просто недораспробовал. Но тоже на рынке они есть, они продаются. Вам нужно будет хотя бы два круга. Это овчина. Только овчина не та, которая с машинкой, с дешевой. Продается вот такой вот круг, барашек какой-то. Он бесполезный. А овчина именно для автомобильной полировки. Где-то 170, по-моему, у него диаметр. На 150 подошву клеится. И вперед работать. И один поролоновый круг. Если у фестула, допустим, это оранжевый. Если треймовский будете покупать, это зеленый. Он такой жестковатый. И для добивки, если что, темные цвета на машине. Антиголограмму пасту взяли. Взяли черный круг. И пошли по машине убирать голограмму. Само собой микрофибровые полотенца для полировки вам будут нужны. И для убирания соринок вам нужен будет какой-нибудь твердый жесткий предмет. Говорят, что от тех, кто в домино играют, берут доминошки. На них кладут мелкий наждак для полировки сорин. Стартуйте с 1500. С водичкой наждак взяли. И 1500 вытерли сориночку. То есть у вас есть соринка какая-то. Вкрапление. Дефект на лакокрасочном покрытии. Вы его вытерли в хотя бы процентов. Можно даже на 100. Но тогда у вас будет чуть-чуть проплешина вытертая. Потом взяли 2000. Еще тиранули здесь, убрали риску свою. И 3000 можно купить трезак у фирмы 3М. Разработали и еще большую зону. Уже под полировку подготовили. И полируете. Если это шагрень, вы там накакали шагрень. Немного делать. Процедура вся та же. Но это очень трудоемкий процесс. Я не сторонник красить шагренью. Покрасили первым раз шагренью. Попробуйте сначала на каком-нибудь старом крыле. Что-нибудь возьмите кусок железяки. Сделайте весь тот техпроцесс покраски, который у вас будет происходить при покраске именно кузова. И попробуйте разложить материал на одном элементе хорошо. Попробуйте, когда пойдет потек. Попробуйте, как вы хотите, якобы считаете правильным, что у вас получится шагрень. Что с этим делать в процессе. На вертикали, на горизонтали. А не так, что вы всю машину закакали, как гравитекс, а потом пытаетесь ее полировать. Если у вас вся машина выглядит, как апельсин, вы ее не отполируете. Вы ее либо недополируете, либо просто на торцах сделаете огромнейшие протиры. Это будет однозначный перекрас. Поэтому лучше потренируйтесь где-то. Не портите вы всю машину. Не бывает так, чтобы с первого раза волшебники-волшебники пересмотрел две недели все твои видео. Я почувствовал в себе силу и пошел, загадил себе машину. Не стоит этого делать. Потренируйтесь. Не так уж это все просто. Это смотрится легко, да. Со стороны, когда смотришь, все красиво. Человек, когда с этим работает постоянно и с уже отлаженным для себя материалом, это вообще смотрится реально как два пальца об асфальт. Тренируйтесь, пробуйте. В принципе, от ошибок не застрахован никто. Выбирая материал, старайтесь брать одной линейки. Не старайтесь сэкономить на чем-либо. Купите себе парочку разбавителей для грунта, для лака лучше фирменный взять. Чтобы у вас вот такого вот не было потом в дальнейшем. Вы не плакались, не задавали вопросы. Блин, как же мне теперь это все убрать, чтобы не делать перекрас. А перекрас при вот таком отгавне на всей машине делать придется однозначно. Ну, на этом пока что все. Желаю всем хороших покрасок. Дальше будем рассматривать еще кое-какие уже нюансы, такие по мелочи. Уходить более глобально в ржавчину, в просады и все остальное. То есть какую-то еще информацию постараюсь так подсобрать, структурировать. И будем рассматривать ее. Я уже так по комментариям даже выделяю очень много всяких вопросов, которые надо рассматривать отдельно. Пока что все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.